У ярославцев, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, осталась неделя, чтобы определиться, как его получать – деньгами или препаратами. Кому доступна эта мера поддержки, что выгоднее выбирать, куда обращаться, чтобы получить помощь. Об этом и не только сейчас в программе «На повестке дня». Вас приветствует Екатерина Сысоева. Вместе со мной в студии Надежда Корзина, заместитель министра здравоохранения Ярославской области. Надежда Сергеевна, добрый вечер. Здравствуйте, Екатерина. Итак, до 1 октября ярославцы должны определиться, как получать эту соцуслугу, как это сделать и куда обращаться. Граждане, имеющие право на соцпакет, могут сделать для себя выбор – получать ли препараты в натуральном выражении, либо выбрать монетизацию и получать денежные средства ежемесячно прибавкой к пенсии. До 1 октября стоит такой выбор перед самими льготниками, а также перед их родственниками, потому что в том числе и они отвечают за жизнь и здоровье данных пациентов. Если гражданин получал льготы в натуральном выражении, то есть получал лекарственные препараты в 2023 году, делать ему ничего не нужно, на 2024 год льгота продлится автоматически. Если же пациент выбирал для себя получение денежных средств и по ряду обстоятельств решения данные хочет изменить, то времени действительно осталось совсем немного, и до 1 октября нужно обратиться в отделение пенсионного фонда по месту жительства и написать заявление, в котором пациент изложит свое желание получать компенсацию в виде социальной услуги, то есть непосредственно лекарственных препаратов. Какие категории имеют право на эту соцуслугу и сколько таких людей в нашем регионе? Право на льготное лекарственное обеспечение имеют все инвалиды, относящиеся к 178 федерального закона. Это 10 категорий, в данном нормативном документе они подробно изложены. Основная категория это инвалиды 1, 2, 3 группы и дети-инвалиды. Всего в данной категории у нас насчитывается в регионе более 100 тысяч человек. Право на получение лекарственных препаратов в натуральном выражении выбрали на данный момент 21 процент или 21 тысяча человек. Мы активно призываем наших ярославцев, чтобы они обратили внимание на данную льготу и получали ее в натуральном выражении. А что входит в соцпакет, то есть на какую именно поддержку можно рассчитывать? В соцпакет помимо льготного лекарственного обеспечения входит еще направление на санаторно-курортное лечение, если такая потребность есть и если данное лечение не противопоказано гражданину, а также проезд до места лечения и обратно также компенсируется данному пациенту. Но гражданин может выбрать для себя только одну из трех категорий, если это необходимо, либо все три категории, если такая потребность также у него есть. В данном случае мы с вами говорим конкретно о лекарственных препаратах. То есть можно сохранять за собой соцпакет в виде путевки проезда и отказаться от лекарств или наоборот. А по вашему мнению, вот что лучше выбирать, все-таки получать лекарство или денежную компенсацию? Смотрите, Екатерина, денежная компенсация, которую пациент получает ежемесячно прибавкой к пенсии, это 1300 рублей. Лекарственные препараты, которые мы покупаем, как правило, превышают в два, в три, в четыре раза. А есть и пациенты, у которых препараты стоят сотни тысяч и даже миллионы рублей. Без сохранения права на соцпакет пациент такое право утрачивает и имеет ряд ограничений по получению льготных препаратов на других основаниях. Поэтому, конечно, всем пациентам мы рекомендуем сохранять соцпакет. Средняя стоимость лечения одного пациента в месяц по самым обычным нозологическим заболеваниям, таких как сердечно-сосудистая недостаточность, более 5000 рублей. Считайте сами, что выгоднее в данном случае. А какие лекарства вообще входят в этот соцпакет? Какие лекарства приобретаются? Насколько широкий это список? Список лекарственных препаратов для льготных категорий граждан определен перечнем жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Он утверждается постановлением правительства Российской Федерации и пересматривается ежегодно. На данный момент перечень жизненно необходимых препаратов включает 808 наименований. Это 808 действующих веществ. Но каждый лекарственный препарат имеет различные лекарственные формы. И мазь, и таблетки, и капсулы, и растворы для детей, и какие-то суспензии. Мы покупаем все из них в рамках одного и того же действующего вещества. Более того, законом Ярославской области данный перечень расширен еще на 20 наименований. И по требованию руководителей медицинских организаций и профильных специалистов данный перечень мы пересматриваем. И также стараемся расширить, если тому есть соответствующие подтверждения и необходимые. А как и где можно получить лекарства, если они потребуются? Ежегодно Министерство здравоохранения заключает контракт с субподрядной организацией, которая будет оказывать данные услуги. Традиционно данную услугу нам оказывает областное предприятие государственной фармации. Это государственные аптеки, филиалы которых расположены в 60 аптечных пунктах на территории нашей области. Мы стараемся приблизить получение лекарственных препаратов максимально близко к месту выписки препаратов, то есть к поликлинике. Аптечные пункты находятся непосредственно в поликлинике, а также в городской черте и в отдаленных труднодоступных сельских поселениях. Всего у нас более 60 аптек. А входят ли в список лекарств препараты для химиотерапии, то есть для онкобольных? Конечно, входят. Онкологические препараты представлены в полном объеме. Все онкологические препараты включены в вышеуказанной перечне, о которой я уже говорила, жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. И пациенты получают данные препараты в приоритетном порядке. Давайте еще раз подробнее разберем, что нужно сделать человеку, чтобы перейти с денежной выплатой компенсации в натуральную, в лекарственную. В первую очередь, посмотрев наш с вами сюжет, задаться вопросом и вспомнить, как же он получает препарат. Если вспоминает человек, что он не получает никакие препараты в аптеку и в больницу, он не обращается, смотрит на свою пенсию, понимает, что действительно приходит ему ежемесячно к пенсии компенсация, посмотреть, какие препараты на какую сумму он приобретает ежемесячно, поговорить со своими родственниками или, если человек одинокий, с социальным работником, с соседями, кто может помогать, действительно задуматься о том, что данную услугу можно получать в другом виде. Министерство здравоохранения ежегодно делает шаги для того, чтобы эта помощь была максимально доступна для наших пациентов. В этом году нами был внедрен такой сервис, как получение электронных рецептов. То есть пациент обращается в поликлинику, врач его осматривает, делает соответствующее назначение, делает ему записи в амбулаторной карте и выписывается электронный рецепт. Данные рецепты не распечатываются пациенту на руки, а сразу же автоматически поступают в аптечный пункт, где пациент получает препарат. То есть за пациента препараты может получить любой другой гражданин, предъявив соответствующий QR-код и документ, уполномачивающего на получение. Можно обратиться также с паспортом льготника, если такое право льготник передоверяет своим родственникам или знакомым. То есть выписка рецепта минимизирована до одного, соответственно, посещения врача, в аптеку уже может сходить другой человек. Также просчитываются различные схемы получения лекарственных препаратов. И если заболевание хроническое, затяжное и нет каких-то специфических изменений, мы всегда рекомендуем врачам осуществлять выписку на 3 и более месяцев. Для того, чтобы пациент посещал поликлинику как можно реже и также как можно реже обращался в аптеку, для того, чтобы этот сервис не отнимал у него много времени. Также в регионе с этого года работает служба 122, на которой каждый пациент, имеющий право на социальный пакет, может оставить заявку на выписку лекарств. То есть не записываться на прием к врачу, не ждать в длительных иногда очередях, обратиться в поликлинику и сказать следующую информацию. Я, льготник, имею право на социальный пакет. Пожалуйста, прошу, чтобы со мной связался мой лечащий врач и вызвал меня на прием к себе. Для этого медицинская организация поднимает карточку данного пациента, сверяет все данные, проверяет сроки, на которые он обеспечен препаратом. Звонит пациенту и согласовывает с ним то время, в которое пациенту удобно прийти. То есть минуя все очереди и минимизируя таким образом все моменты по выписке препаратов. А насколько хорошо вообще ярославцы у нас осведомлены о том, что им доступен такой соцпакет, действительно и обращаются, и его получают? В данном направлении работает и ЦУР, и Министерство здравоохранения. Я не хочу сказать, что за последние несколько лет прирост у нас в количестве людей достаточно значительный, но хотелось бы, конечно, больше, порядка 2,5 тысяч человек. То есть с 17 до 21 тысячи мы приросли в данном направлении. Выбирая соцпакет, пациент защищает себя от перебоя с поставками лекарственных препаратов, от удорожания лекарственных препаратов. Потому что мы играем тендер на длительный период, как правило, это год, а некоторые контракты и на более длительный срок мы защищаем их гарантиями государственными для поставки лекарственных препаратов. Также пациент в случае, к сожалению, прогрессирования заболевания также защищен от того, что препарат он получит своевременно, препарат он получит в полном объеме. И для этого не надо будет затрачивать собственные денежные средства. Спасибо, Надежда Сергеевна. На мои вопросы отвечала Надежда Корзина, заместитель министра здравоохранения Ярославской области. Это была программа «На повестке дня». Смотрите нас с понедельника по четверг в 19.20 на городском телеканале. Запись также доступна на сайте gtk.tv и в нашем официальном паблике во Вконтакте. В студии работала Екатерина Сысоева. Редактор субтитров А.Семкин